О вершине человеческой ненависти. В Люберецко-еврейское общение открылась экспозиция «Холокост. Уничтожение, освобождение, спасение». Среди предметов выставки уникальные издания и истории тех, кто освобождал евреев. Подробнее в репортаже моих коллег. И он для нас был как мессия. Просто мессия. Такой вот, знаете, в шинели, в ушанке, с автоматом. Он вообще случайно заехал. Вот о таких людях мы и хотели рассказать. О тех, кто все-таки положил конец этой трагедии. Простые солдаты и офицеры Красной Армии, военные медики, которые спасали узников. Создатели выставки хотели поведать не столько о самом Холокосте, сколько о его малоизвестных фактах. У нас часто думают, что вот лагерь освобожден, ворота открыли, все замечательно, и все едут домой. Ничего подобного. Люди находились в таком состоянии, что еще приходилось неделями и месяцами советским военным медикам бороться за то, чтобы их не только вернуть к жизни, но и вообще поставить на ноги. Это был отдельный подвиг советских военных медиков. Спасали евреев, рискуя своими жизнями, и праведники народов мира. Этим героям посвящены несколько стендов экспозиции. Книги, представленные на выставке, рассказывают истории лагерей уничтожения и посвящены конкретным судьбам их бывших узников. Среди них серия «Сохранимые письма». Это все из семейных архивов. Письма с фронта, письма выживших из гетто, предсмертные письма, тыловая переписка. Мы это продолжаем собирать в России, Украине, Белоруссии, Латвии, Израиле, Соединенных Штатах Америки. У людей осталось очень много дома, интереснейших материалов, уникальных порой материалов. За четыре года своего существования выставка побывала в странах Европы, Северной и Южной Америки. Российское турне, которое насчитывает более 70 городов, продолжилось в Люберецкой еврейской общине. Это для всех нас очень важный, не заживающий, больной, острый вопрос, который мы хотим задать себе и другим. Это тема для разговора не только внутриеврейского, не столько внутриеврейского. Община существует в округе более семи лет. Она объединяет более 50 постоянных посетителей.